Я по-доброму так завидую вам. Почему? Потому что вы в таком молодом возрасте, в таких своих летах юных, вы находитесь на этом месте. Сейчас в это время очень много, знаете, есть в этом мире греховных удовольствий, наслаждений, которые этот мир использует полным ходом. Но вы находитесь здесь, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. У вас есть желание, у вас есть желание и возможность быть на этом месте, чтобы поклоняться Богу. Слава Богу! Вы знаете, я хотел бы немножко засоветствовать о себе, о том, как Господь изменил мою жизнь, как Господь постучал в мое сердце. К сожалению, в свои годы, в такие, я был полной противоположностью вам. Я не искал Бога и был далеко от Него. Может быть, по той причине, что в моей семье произошло такое, знаете, в какой-то определенный момент, мои родители, они, знаете, произошел раскол в семье, и я перестал чувствовать любовь и то внимание, которое должно быть в семье. И вы знаете, я обратил внимание свое на улицу, и улица дала мне то, что, как казалось мне тогда, было нужно мне. Всю ту грязь, все то, знаете, ненужное, то, что влекло запретное, оно стало мне доступно, и я, как губка, впитывал всю ту болото. Я хотел быть похожим на тех ребят, которые имели какой-то определенный авторитет, которые обладали, знаете, какими-то преимуществами, были сильные, их боялись, они имели какие-то определенные, знаете, достоинства. И я хотел быть похожим на них и подражал им, и у меня это хорошо получалось. Я в очень юном возрасте начал употреблять, пробовать сигареты, знаете, такие спиртные напитки, аношу. И мне не было еще 14 лет, и у меня было 8 друзей таких, 8 ребят. И мы решили попробовать первый раз уколоться. Вы знаете, забегая вперед, скажу, что из этих 8 человек остались двое, только двое живых остались. И среди них еще один парень, который, я думал, что он умер уже, знаете, но он от вас освободился. Весь больной такой, фактически уже, знаете, люди поставили на нем крест. Но в тот момент, когда мы первый раз укололись, то это для меня показалось, знаете, таким идолом. Идолом я все время свое уделял тому, чтобы найти наркотик, чтобы искать его, чтобы употреблять его. Мне это оказалось очень приятным на тот момент. Наркотик мне показал одну сторону. Прекрасно, знаете, как бы открыл новую ступень какую-то в жизни моей. И очень прошло немного времени, как я понял, что это совсем не то, как оно было на самом деле. И прошло буквально несколько лет, и я смотрел себя в зеркало, и увидел человека, знаете, молодого человека, на которого вообще нельзя было узнать. Я был худой, знаете, страшный такой, как смерть. И я уже понимал, что просто одному мне справиться с этой проблемой невозможно было. За это все время у меня было очень много приводов в милиции. Я совершал преступления, совершал преступления, знаете, такие огромные, которые сегодня даже и вспоминать не хочется. Но мама, она меня очень сильно любила, и она выкупала меня. Она, знаете, делала все возможное от нее зависящее, чтобы не посадить меня, чтобы меня не отобрали в тюрьму. И это продолжалось до 18 лет. Я был, знаете, уже таким законченным человеком. Уже 18 лет у меня был круг друзей, таких, знаете, все преступники, все сидевшие. И когда пришло в моей жизни еще одно горе такое, у меня мать, она заболела, заболела смертельно, и фактически через 3 месяца она умерла от рака. И вы знаете, это тяжело, может быть, так объяснить, кто терял родителей, и, знаете, может быть, он понимает это, но, знаете, как будто кусочек тебя, кусочек твоего сердца оторвали от тебя. Я старался заглушить эту боль наркотиками, но плохо это получалось. Буквально через некоторое время меня закрыли в тюрьму. Когда я попал первый раз в тюрьму, вот та блатная лирика, вот та блатная романтика, которая сегодня воспевается, вы знаете, вот в громзаписях, вот где-то слышно такая, знаете, свобода, блатные такие, как бы, жизнь вольная, крутые легкие деньги, значит, воровская какая-то масть, какие-то понятия. Когда я попал в тюрьму, я столкнулся и понял, что это мир прогнивший насквозь, полный желчи, злости, знаете, и это такое место, где делает тебя просто не человека, а хищника. Ты попал туда, и ты должен выйти по волчьи в этой стае. Я понимал, знаете, внутри, что я не такой, внутри где-то я понимал, что это не мое, но я ничего не мог с тобой делать, я был такими, как они, как эти ребята. Какие-то были у меня такие, знаете, мысли, что я выйду, я уже не буду заниматься наркотиками, но преступную жизнь оставлять я не хотел. Но это все улетучилось буквально после того, как я освободился. Через несколько дней я снова окунулся в эту грязь, в это болото, я уехал в Москву, там уже другие наркотики, там более крепкие такие были. Но я все время, знаете, находился в этой грязи. Когда прошло никакой, буквально года не прошло, меня снова закрыли в тюрьму, снова я вышел, снова меня закрыли в тюрьму, у меня было 4 судимости, и уже, знаете, было 27 лет мне было, у меня умер еще и отец, когда я был в тюрьме. У меня осталась одна сестра, и когда родители, они зарабатывали, знаете, у них была трехкомнатная квартира, они как бы, ну, как бы нам она оставалась. Но, когда я уже освободился, то трехкомнатную квартиру и сестру кинули, обманули ее, то есть фактически у меня не было ничего, ни жилья не было, ничего. Я уже вышел, был полностью разбитый и на самом низу этого общества находился. Но, вы знаете, Господь, Он всегда вел меня этой дорогой. Все это зло, которое я делал, конечно, приходило в мою жизнь. Написано, что человек посеет, то и пожнет. Я сеял зло, оно приходило в мою жизнь. Но, пришел такой, знаете, момент в моей жизни, когда один человек, когда вот была такая, знаете, в 90-х годах, когда пошла такая проповедь интенсивная о Евангелии. И начали каяться преступники, начали каяться первые люди такие, знаете, которые были зависимы, Бог начал освобождать. И один из таких людей, он мне проповедовал, это был бандит такой, он был авторитетный в нашем городе. И, вы знаете, когда он уверовал в колонии, то начали на него говорить, что он ненормальный, знаете, как в мире говорят, что у него крыша поехала, что у него ненормально с головой. Когда он был, знаете, наркоманом, челюсти ломал, тогда он был нормальный, но когда Бог, знаете, вошел в его жизнь, у него начала семья, говорят, что у него ненормально что-то. И, вы знаете, я, может быть, так себе и думал, но когда он освободился, я начал мне рассказывать, начал мне говорить о том, как Бог его освободил, какой Бог прекрасный, какая жизнь прекрасная с Богом. Я его слушал и я смотрю, знаете, что оказывается ненормальный я, он прекрасные вещи говорит, я не хотел от него уходить, благодать она так, знаете, действовала через него. Но я отходил от него и дальше улица, она меня тянула, я опять воплывался в эту гадость, знаете. Он проповедовал на протяжении нескольких лет мне и однажды, когда он увидел меня, знаете, в таком состоянии, когда я уже жить не хотел полностью, я уже, знаете, думал о том, как бы закончить жизнь самоубийством, потому что я понимал, какой я гнилой, какой я испорченный человек, что ничего не могло меня изменить, ни близкие люди, ни тюрьма, ничего не могло меня изменить. Я это понимал, безвыходность свою. И когда он меня встретил, вы знаете, как вот ангел Бог послал его, и он стоит, он мне рассказывал, мы около двух часов простояли с ним в городе, и он говорит, давай пойдем помолимся сейчас. Я говорю, ну давай, мы пришли к одному еще одному брату, Саша, еще один брат, он тоже был из зависимых, они говорят, давай сейчас помолимся, сейчас тебе Бог освободит, ты умеешь молиться? Я говорю, да не, ну как, отче нас мы читали, когда на суд ехали, чтобы меньше нам дали срока, или там, знаете, свечки ставили, чтобы нам ничего не было за то, что мы преступления, чтобы нам как бы везение какое-то было. Он говорит, нет, ты просто сейчас скажи своими словами, Боже, если ты есть, если ты можешь, ты есть, измени мою жизнь, спаси меня. И я дословно не помню, что я сказал, но я сказал свою молитву покаяния, и после тех слов, вы знаете, я когда встал, я почувствовал огромный груст, он спал с моих плеч. Я почувствовал такое облегчение, которое чувствует очень многое при покаянии. Но этот груст был насколько велик для меня, когда он спал, вы знаете, я просто поднялся, как полной грудью вдыхнул. И у меня, знаете, была такая улыбка сразу, я обычно шучу, говорю, что на 32 зуба, но тогда 32 зуба у меня не было. И вы знаете, такая радость переполняла мое сердце, я просто не мог поверить, что это такое произошло. Все наркотики, может быть, знаете, друзья, я такое сравнение сделаю, что все эти наркотики, которые я пробовал, может, оно неудачное, но я тогда так понимал, что не сравнивается с той благодатью, которую дал мне Бог в мое сердце. Я почувствовал такую благодать, через неделю буквально меня Бог христил Духом Святым, знаете, я просто не ходил, а летал. Летал и хотел всем рассказать о том, что Бог сделал для меня. Бог освободил меня за одну молитву, друзья, от наркотиков, от сигарет, от алкоголя. Я стал разговаривать, у меня была речь, она была полностью заражена, знаете, блатным жаргоном и несензурными словами. И когда Бог меня освободил от этого, у меня было, знаете, как вот я разговариваю, как показывают, знаете, сигналы по телевизору показывают, когда кто-то заматерился, пип-пип, вот так, знаете. И вот так я разговаривал, у меня такое мышление, я не мог заменить слова, потому что полностью лексикон, этот словарный запас у меня исчез. Но со временем Бог, он, знаете, восстановил меня, со временем Бог дал в сердце моем уже такое, знаете, как бы желание служить, рассказывать о Боге. И, знаете, что я могу сегодня сказать, что Бог, Он дал мне то, что я сегодня не могу даже, ну, отблагодарить Его, наверное, всю жизнь не отблагодарю за то, что я сегодня имею. У меня нет сегодня родных по плоти, но у меня есть сегодня прекрасная семья. Бог даровал мне отца и мать, мне даровал мне жену, трое детей. У меня сегодня есть все необходимое для благочестивой жизни на этой земле. Бог дал вам работу, дал возможность трудиться в реабилитационном центре. И вы знаете, я хотел бы сегодня сказать, что мы ездим по училищам, по школам, ездили, проповедовали о том, что наркотик это серьезный капкан, что Бог дает освобождение. И вы знаете, мы проповедовали неверующим людям. Но я сегодня хочу сказать и здесь, почему, потому что столкнулись с такими проблемами, ездили и так Бог дал мне возможность поездить и по другим странам. И мы столкнулись с тем, что очень много людей, молодых людей, которые были с Господом, которые познали уже Бога, которые родились в верующих семьях, они уходят в мир, они пробуют наркотик, пробуют алкоголь. И уходят, разбиваются, и дьявол, знаете, разрывает просто их жизнь. И я хотел бы сказать, может быть, мое свидетельство хоть немного поможет, знаете, тем людям, которые заглядывают в мир, те, которые думают, что ничего страшного в этом нету, или, может быть, заигрывают с этим миром. Вы знаете, это очень страшная вещь. Туда нельзя заглядывать. Там разруха, там полностью разрушение вашей жизни, вашего сознания. Бог единственное то, для чего стоит жить человеку и за что нужно одержаться. Пусть Бог благословит вас всех. Я хочу еще спеть один псалом, который написал один человек, когда он покаялся, он написал, когда Бог его хрестил Духом Святым в тюрьме, этот псалом. Пусть Бог благословит вас всех. Пусть Бог благословит вас всех. Молитвы славы возношу, Ведь Дух Отца живет во мне. Я Божий глаз в себе ношу, Язык родной святой страны. Язык родной святой страны. Я не знаю, откуда приходишь, И не знаю, куда ты идешь, Но когда разговор ты заводишь, Голос слышу, которым поешь. Я взываю тобою воочию, Ты залог искупления в крови. Дух Святой, Ты со мной днем и ночью, Ты крещение Отцовской любви. Язык родной святой язык, Тебя не может мир понять. О, Дух, я так к Тебе привык, Кто может у меня отнять. Твою любовь, Твою Божий дар, Грех разлучить с Тобой не смог. О, Дух Святой, Любви пожар, Мою молитву слышит Бог. Мою молитву слышит Бог. Я не знаю, откуда приходишь, И не знаю, куда ты идешь, Но когда разговор ты заводишь, Голос слышу, которым поешь. Я взываю тобою воочию, Ты залог искупления в крови. Дух Святой, Ты со мной днем и ночью, Ты крещение Отцовской любви. Закон Бога, Фаимпаник, Свершилось Бог, Крово согласил. О, Дух Святой, Ты так велик, Христа Иисуса Воскресею. И я живу Твоей судьбой, Надеждой веры во Христа, Что буду воскрешен Тобой, Коль будет жизнь моя чиста. Коль будет жизнь моя чиста. Я не знаю, откуда приходишь, И не знаю, куда ты идешь, Но когда разговор ты заводишь, Голос слышу, которым поешь. Я взываю тобою воочию, Ты залог искупления в крови. Дух Святой, Ты со мной днем и ночью, Ты крещение Отцовской любви.